Корнеев Сергей Александрович Не знаю, я же при миномете. Раненного товарища под немецким огнем не бросать. Всех могут ранить. Хлебникова, Тетерина, меня. Бросишь, ты своих не доберешься. Сам застрелю. Понял. Так точно. А ко мне это предупреждение тоже относится? Ваша задача, девушка, обеспечить связь. Других задач пока нет. Что значит, товарищ старший лейтенант Джугашвили отказался? Вы понимаете, что речь идет о сыне Верховного? Каким угодно образом. Насильно. Но вы должны отправить его в Москву. Товарищ Мехлис, за прошедшие два часа обстановка резко изменилась. Немцы отрезали батарею старшего лейтенанта Джугашвили от основных соединений. Сейчас даже невозможно установить, где находится его батарея. Связь отверена. Если через трое суток он не будет в Москве, попрощаешься не только с погонами, с головой. Ясно? А что ты здесь делаешь? Слушай, почему ты не с ним? Ты должен быть там, понимаешь, там. Если надо телом своим закрыть его. Товарищ генерал, я пытался убедить его, но он категорически... Категорически? Товарищ генерал, разрешите взять роту из резерва и обратно пробиться к товарищу Джугашвили. Я гарантирую, что в этот раз... Это Борька Хлебников. Хлебыч. Мы вместе с ним с начала войны. С ним бы я пошел куда угодно, на любой риск. Он всегда молчит, словно прислушивается к себе, но он самый надежный из моих людей. Тетерин. Он из Одессы. Совсем другой. Жизнелюб. Говорун. Он девушкам нравится. Я взял его потому, что он везучий. Я в это верю. В незримого ангела, который бережет даже на войне. А нам сейчас ангел очень нужен. Ведь практически нас отправили на убой. Товарищ генерал, прибыльный начальник разведки, начальник особо отдела армии. Давай-ка, сестричка, прервемся. Я тебя потом вызову. Товарищ генерал, я должна закончить... Я сказал потом. Вызывали, товарищ генерал. Присаживайтесь. Яшев. Я. Сделай, чтобы нам никто не мешал. Есть. Как плечо, товарищ генерал? Вам бы в госпиталь. Слушайте меня внимательно. Приказываю немедленно сформировать группу разведки и отправить ее в тыл к немцам. Для обнаружения пропавшей шестой гаубичной батареи. Командира батареи старшего лейтенанта Джугашвили найти живым или мертвым. И доставить в расположение штаба. Вопросы есть? Вопросы есть. Найти батарею в таком хаосе... Должен пойти лучший. Да я и сам бы пошел, да видите. Значит, не ты. Кто? Не хватает у меня людей, товарищ генерал. За последние две недели погибло половина разведчиков. Кто? Шансов на успех три процента, не более. Да хоть один. Я считаю, что должен пойти лейтенант Корнеев. Командир роты разведки. Вы над нами издеваетесь, полковник? Никак нет. Вы хотите лучшего. Это лучший. К тому же он знает немецкие, а таких у меня почти не осталось. А я, как начальник особого отдела армии, считаю, что издеваетесь. Корнеев арестован. И вы это прекрасно знаете. Корнеев враг. И не исключено, что через два часа будет расстрелян. За что его арестовали? Он обманул органы, товарищ генерал. И обманным путем получил назначение в разведку. Он скрыл в анкете, что его отец отбывает срок за шпионаж в пользу Германии. А зачем сыну шпиона идти в разведку? За ошибку в анкете расстрел? Не слишком, майор? Не слишком, товарищ генерал. Сейчас такое время, что надо выжигать с корнем. При малейшем подозрении. Иначе потом не расхлебаем. Кто его отец? Дипломатический работник. Работал в Берлине до войны. Значит так. Если мой начальник разведки говорит, что должен пойти Корнеев, значит пойдет Корнеев. Товарищ генерал. Успокойся. Боялся. Боялся, что его на фронт не возьмут. Поэтому и скрыл в анкете. А не потому, что хотел партию обмануть. Я сам сидел три года в мордовских лагерях. Был выпущен 24 июня и отправлен на фронт. Товарищ генерал. Вы понимаете, чем вы рискуете? Я обязан доложить о вашем решении в Москву. Вы хотите доверить врагу сына товарища Сталина? Поймите меня правильно, товарищ генерал. Но место в мордовских лагерях для вас всегда найдется. Корнеев, говоришь? Так точно. Ну, давай своего Корнеева. По развилке сверни направо. Понял? Миронов, у тебя вода? Дай глоток. Возьмите жарко, товарищ лейтенант. Организм быстро обезвоживается. Что делать? Такой организм. Миронов. Этот со мной в первый раз. Он не из разведки, не наметчик. Идет с нами потому, что местный знает все пути дорожки. Как проводник, он меня вполне устраивает. Но если будет бой, я не знаю, чего от него ждать. Я не хочу умирать. Я жить хочу. Товарищ лейтенант, скажите, меня не расстреляют? Ведь не расстреляют, я же свой. Ну и что ж ты? Я испугался. Все равно свой, а? Видишь, комар летает. Тоже жить хочет. Только в нашей с тобой ситуации у комара больше шансов выжить, чем у нас. За что? Все побежали, когда немецкие танки пошли. Все. А поймали только меня. Объясните им, товарищ лейтенант. Ну кому я объясню? Да я бы тебя не расстреливал. Я бы тебя обратно на передовую отправил. Держись, пацан. Все бывает. Может и пронесет. А за что вас, товарищ лейтенант? Много от жизни хотел. Как это? Не важно. А я бы с вами, товарищ лейтенант, не боялся. Мне про вас пацаны вроде рассказывали. Вы же легенда. Еще с финской говорят. Выше нос. Мы еще повоюем. Повоюем. Корнеев! Встать, гнида! На выход! Быстро! Быстро! Лицом к стене. Куда меня? В расход. Куда же? Не надо, дяденька! Пошел! Пошел! А заданий никому. Вообще никому. Понял? Собирай группу. Бери лучших из тех, кто остался. Но о цели задания знаешь только ты. А если меня убьют, кто-то из моих должен знать приказ? А если тебя убьют, для того, как ты выполнишь приказ, я сам найду твою могилу, вырую тебя и расстреляю. Понял? Так точно. Вообще-то ты прав. Твои разведчики должны знать. Хлебников. Живой Трошев. Хлебников живой. Трошев погиб при бомбежке. Возьмешь Тетерина и еще Мироновой с взводами наметчиков. Они хоть обстреляны, больше не дам. Миронов-то местный из поселка Гнездо. Знают сестюшки-дорожки, поэтому с ним есть. Давай. Пойдешь здесь, по шоссе. По данным разведке немцев здесь пока нет. Батария Якова находится где-то вот тут. Ну, по крайней мере, утром они были еще здесь. Когда найдешь Якова, Витебс не возвращается. Мы оставляем город. Пойдешь с ним тридцать километров восточнее, в Шураж. И еще. Если он погиб, ты должен найти труп и захоронить его анонимно. Ясно? Воинские документы изъять, место захоронения запомнить и об этом сообщить командующему фронтом или мне. Больше никому. Есть. И еще. Получается, я тебя сегодня от расстрела спас, но должен тебя предупредить. Не выполнишь приказ, сам понимаешь. Так что выручай, сынок. Себя. Да и меня тоже. Я бывал до войны в Германии. У отца Фамилии Корнеев? Да. Не встречал. Тетерин! Тетерин! Ча? Что случилось? Это вам. Тетерин! Но ты нашел время! Быстро в машину! Выбросить? Радистку я вижу в первый раз. Ее прикомандировали к нам в последний момент. Зачем, не знаю. Мог бы и сам с райостанцией справиться. Навязали бабу. Теперь с ней возиться. господин генерал. Господин генерал. Прибыл офицер из ставки главнокомандующего в Берлине. Он требует немедленной встречи с вами по неотложному вопросу. Полковник Вебер, адъютант командующего с хопутными силами вермахта. Я прилетел из Берлина, генерал, чтобы поставить вас в известность о чрезвычайном обстоятельстве. Сталин объявил квитуляцию? И еще нет, генерал. Но, по нашим данным, одной из артиллерийских батарей в окрестностях Витебска командует старший сын Сталина, Яков. Номер части и местоположение уточняют с Абвером. Сын Сталина? Но ведь он, кажется, летчик. Летчик? Это младший сын, Василий. Мы говорим о старшем, Якове. Он закончил военное училище в чине лейтенанта артиллерии. Сталин послал его на фронт, чтобы поднять моральный дух своих войск. По нашим данным, он ушел на фронт на следующий день после начала войны. Молод? Ему 33. Возраст Христа. Возраст, когда Всевышний внезапно испытывает нас. Итак, господин генерал, Берлин рассчитывает на то, что вы организуете охоту на Якова. Я не охотник, полковник. Я солдат. Но в Берлине не ошибаются. Захват в плен сына Сталина будет означать для русских, что сопротивление бесполезное заставит многих сложить оружие. Может быть, я стал стар. Хорошо. Я немедленно сообщу в Берлин, что вы начинаете действовать, генерал. Абвер обещал предоставить свежие разведданные к утру. Вилли, как только полковник Вебера сообщит вам номер о расположении этой батареи, я хочу, чтобы она была обнаружена и окружена. Маленького Сталина брать живым. Мелцы! Гори! Ложись! Ложись! Абверт! Что с ней? Ключицу перебила. Перевязать сможешь? Немцы перейди! Сворачивай в лес! Давай-давай-давай-давай! Пошли-пошли! А я вас прикрою! Это просто брошенная машина! Можем ехать дальше! Поехали! Открывай! Открывай, мать! Давай, давай, давай! Держи крепче! Вставай, дед! Живее! На кровать его! Тихо, тихо, тихо! Давай! Хлебыч, ты как? Ничего, ничего! Держись, держись! Держись! Кто еще в доме? Доктор в деревне есть? Нет, нету доктора, нету. А где? В поселке где? В Торшино, доктор есть. Далеко отсюда? Версты три, не больше. Немцы через час будут здесь, не позже, командир. Значит так, дорогие мои, этот парень боец, красной армии, герой. Он ранен, но он должен выжить, и он выживет. Сейчас кто-нибудь из вас пойдет в Торшино за врачом. Мы оставляем его на вашу ответственность. Если придут немцы, спрячьте. Если найдут, скажите, что он ваш родственник дезертировал из красной армии, бежал от патруля и был ранен. Ну как же вы на нас его вставляете-то? Немцы же нас постреляют! Фамилия твоя и твоей жены? Луценко, Луценко мы. Вот, Иван Александрович, и она, Ахстана Сергеевна. Лиронов, я, запиши их фамилии. Ваши фамилии будут переданы в особый отдел фронта. Если мы вернемся и узнаем, что наш товарищ умер, убит или попал к немцам в плен, вы будете наказаны по законам военного времени. Ясно? Давай, дед, дуй в Торшина! Мать, дай моим людям попить. Хлебыч! Хлебыч! Мы уходим. Мы ждать больше не можем. Сейчас приведут врача. Командир, гранату оставь. На дочку попей. Держись, не умирай. Уф! Уф! Спасибо, бабуль! Угу. Слушай, а тебе нравится наша радистка Миронов, а? Мне вообще никто не нравится. Меня дома невеста ждёт, я за ней с восьмого класса ухаживаю. Давай. Валей. А мне очень нравится. У неё глаза такие глубокие, и утонуть можно. Давай. Валей. Мы не можем его оставлять здесь. Если его возьмут немцы, он может выдать цель задания. Он не выдаст. Ты не можешь это гарантировать. Мы не можем взять его с собой. Он всё равно не жилец. Ты не просто радистка. Что предлагаешь? Добить. Он всё равно не жилец. Мы не можем рисковать. Только подойди ещё раз ко мне с этим. Я тебя вживую закопаю. Ещё раз дотронешься, лейтенант. Пожалеешь. Слушай, как думаешь, а я ей нравлюсь? Ну, хоть чуть-чуть. Нравишься, нравишься. Ей вообще нравятся сильные, грубые мужчины. Это я с виду такой. А так я нежный, товарищ лейтенант. Надо тебе. Жизжение. Шу-шу-шу-шу-шу-шу... ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Все сделаем, товарищ капитан. Уходим. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Что от меня здесь? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 Что-то не так, командир? Все нормально, папиросы забыл. Сержант, отнесите рацию в лес и свяжитесь со штабом армии. Выясните последние данные о шестой батарее. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 Титерин! Не забывай вешки ставить. Брат, что это там? Лемец или наш. А-а-а! О-о-о! А-а-а! В ноги тону! Корнеев! Встать! Где твоя родца? Не знаю. Да я тебя в этом болоте! Мрошь! Ну, что это? Что случилось, командир? Миронова убила. Мы не можем идти дальше. Мы не знаем тропы. Мы должны идти в Дубравку. Тетерин, идем обратно по твоим вешкам. Командир, там же немцы. Что будем делать? Я не знаю. 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 Я даю ему слово немецкого офицера. Я не знаю. 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 что ли? Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. На него нет. Уже. Ё! Иди сюда! Исулярно! У меня не знаю. Я могу не пойти в Дубравку. ? Да я не знаю. Это точно Дубравка? Точно. Этот, Конрад. Немцы уже здесь. А где шестая батарея, одному Богу известно. А ну-ка, посмотри, командир. Похоже на наш тягач для перевозки гаубиц. Вижу первые две цифры. Четыре и семь. Сорок семь. Триста шестнадцать. Это точно он. Яков был здесь. Был-то был. А куда он теперь делся? Если здесь он столкнулся с немцами, и был бой, то где трупы? Трупов нет. Не понимаю. Будем брать языка. Другой возможности получить информацию у нас нет. Четыре! 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 Неби потерпел. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Документов при нем нет Как ваша фамилия? Номер вашей части? Вы можете убить меня Если хотите Но я не буду отвечать на вопросы Я не буду спрашивать о ваших военных секретах Скажите только Вы вступали в бой с русской галбичной батареей? Что с ней стало? Отвечайте Только на этот вопрос Да Был бой с русской батареей И ее охранением Мы почти окружили ее Но потом откуда-то подошли русские танки Мы были вынуждены отступить Куда ушла батарея? Я не знаю Я больше не буду отвечать на ваши вопросы Карта есть? Если они ушли с танками Они могли пойти только по шоссе Что случилось? Развилка Куда ехать? Так Вот он след от гаубицы Куда ведет эта дорога? В Толочин Они ушли в Толочин Поехали Капитан Есть ли ваши войска в Толочине? Или там русские части? Мирон! Он не будет отвечать Не будет? Он скорее даст себя застрелить Ты не умеешь допрашивать Корнеева Зато ты умеешь Я посмотрю Элементарно Спрашивай Ты что сдурела? Это враг А Хлебников раненый, которого ты засушила Тоже был враг, тварь? А ну-ка, смотри А ну-ка, смотри Фриц Фрит Фрит, как по Берлину А ну-ка, смотри Давай, Костя Давай еще разок Костя Я офицер вермахта Генрих Штольц Меня взяли в плен Русские диверсанты Свои! Сдавайся, плиз Убил нахрен По простору речной волны Выплывают Расписные Сцепь Свои, что ли? Эй, свой! Свой! И девка своя! Я тебе не девка, урод! Я сержант Красной Армии! Полковник Вебера на проводе Да Мы больше не блуждаем в темноте, генерал По моим данным, Яков и его часть находятся в Толочине Я в двух километрах от Толочина Я отдаю приказ взять город в кольцо Ты мне не нравишься Очень не нравишься Кто бы ты ни была Но задание у нас одно Только поэтому я еще не свернул тебе шею, ясно? Доставим Якова к своим и разбежимся А потом я все-таки сверну тебе шею Товарищ лейтенант! В городе Калубицы не видели? Нет, не видел Батарею Калубицы не видели? Стой! Батарею Калубицы не видели? Нет А тигач? Да нет, не побогался Ладно, спасибо Есть Батарея Якова прикрывает отпут войск Недалеко от железнодорожного переезда Километры отсюда Пошли Ладно, спасибо ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Да куда? В подъезд! ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Всё, не успели ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Есть хочу ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Здесь только сахар ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ У тебя есть шанс вернуть Мишей у лейтенантов Свидетелей нет Не привык ещё своих грудить Дай мне кусочек шоколада Он у тебя в правом кармане гимнастёрки ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Как будем выбираться? Ночью по одному ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Если вернёшься к нашим без Якова Лучше сам застрелись А если он погиб? А это для тебя не самый лучший вариант, Корнеев Думай Думай, как его найти Я думаю Ты хороший боец, Корнеев Но ещё совсем щенок А настоящим псом ты станешь, когда поймёшь Что на войне один Бог Целесообразность Будешь распускать сопли, не выживешь А я очень хочу, чтобы ты выжил, Корнеев Очень Готов поспорить, что денчик капитана Беккера Уже обошёлся квартирой и выбрал себе самую лучшую Нет, Густав, капитан не станет на постой в одном доме с солдатами Ему уже подобрали квартиру рядом со штабом полка Как вы думаете, ребята, здесь можно найти квартиру с чистым бельём? Тебе надо бросать курить, Генрих Он не может Он слишком волнуется Генриху уже сорок, а это его первое заграничное путешествие Ну что, ребята, мы с Густавом посмотрим эту квартиру Хорошо? По-моему, неплохо, Густав А? Да, хорошо Пойду посмотрю, сколько здесь кроватей Я не собираюсь больше спать с тобой в одной постели О, вот ещё одна Если там что-то берёт litigation Ну, скажу сначала Ну да Уже Экстер listening Да. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Быстро мердевайся! Уходим! Эй, парень, это ты взял ее в плен, или она тебя? Слышишь? Батарея Якова. А ну, стой! Стой, гадина, ты такая! Это он, господин офицер! Я его узнала! Он, господин офицер! Куда девал? Куда спрятал? Спросите у него, господин офицер! Я убер лейтенант Нойхов из комендатуры. Эта женщина утверждает, что вы вошли в ее дом и обокрали ее. Я не понимаю, господин лейтенант. Я не знаю, чего она хочет. Ложки серебряные украл! Ворвался в дом и обчистил меня! По клепку ободрал! Спросите у него! Господин лейтенант, я вижу ее в первый раз. Она обозналась. Как ваша фамилия? Ефрейтор Хаппы 6-го дивизиона. Вам придется пройти с нами в комендатуру, Ефрейтор. Мы обязаны разобраться в этом инциденте. Эта девушка с вами? Я с ней только что познакомился. Очень красивая. Эта девушка для офицера Хаппы. Не для Ефрейтора. Она пойдет с нами в комендатуру. Пошли! Ком! Ком! А как же? Господин офицер, а как я? Ком! Я его сразу узнала, господин офицер! Как увидела, сразу узнала! Нашла комузалова-то, дура! Открывай! 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 Товарищ младший лейтенант! Тут двое каких-то там пробрались. Говорят, из штаба фронта. Командиры ищут, а документов нет. Заводи блиндаж! Пошли! Кто вы? Лейтенант Корнеев. Командир роты разведки армии. Сержант Лаврова. Мы из штаба армии. А если вы от немцев? По закону военного времени, я обязан вас арестовать. У меня есть документы. Я из НКВД. Сержант НКВД Анна Лаврова. Выполняет особое задание команды. Всем военнослужащим, армии и гражданским лицам приписывается оказывать содействие. Начальник отдела. Ясно. Где старший лейтенант Джугашвили? Где старший лейтенант Джугашвили? Старшего лейтенанта Джугашвили здесь нет. Я его заместитель. Младший лейтенант Лопатин. У меня приказ командующего армии вывести товарища Джугашвили из окружения и доставить в расположение штаба. Где он? Мы не знаем. Вы не знаете, где ваш командир? Со вчерашнего дня нет. У них есть рация? Они могут попросить помощи у своих? Даже если есть, вокруг только разрозненные и немногочисленные группы русских. Не думаю, что их штаб способен что-то сделать для них. Так или иначе, мы должны решить этот вопрос в течение двух часов. Мы отступали по шоссе. Одна из машин вышла из строя. Товарищ Джугашвили с двумя красноармейцами отправился в деревню с лошадьми. Там завязался бой, появились немцы. Мы вынуждены были отступить. О судьбе Якова Иосифовича мы больше ничего не знаем. Возможно, он погиб или попал в плен. Как называлась деревня? Как называлась эта деревня, я не помню. Карта осталась у командира. Произошло это в десяти километрах к западу от деревни Гнездо. Место указать сможете? Думаю, да. Вам придется передать командование сержанту и отправиться с нами в тот район, где вы потеряли старшего лейтенанта Джугашвили. Только вы можете найти и указать нам это место. Если он погиб, опознать дело. Это невозможно. Я не могу покинуть батарею во время боя. Это приказ. Товарищ младший лейтенант, война не завтра кончится. Успейте героически погибнуть. Ты слышал, Хромов? Я еще успею погибнуть. Потом. А тебе погибать сейчас. Что ты думаешь по этому поводу, а? Разрешите отсрочку на десять минут? Пусть ребята письмо напишут домой. Последние. Это необоснованный и необдуманный приказ. Командир не может оставить своих солдат во время боя. Если командующему нечем заняться, и он готов пожертвовать батареей ради поиска трупа, то я могу указать ему на серьезные недостатки в управлении войсками. Товарищ сержант, только что на ваших глазах младший лейтенант Лопатин отказался выполнять приказ вышестоящего командования, что является воинским преступлением. Разоружите его и арестуйте. Вы слышали приказ? Выполняйте. Хромов, возвращайтесь на позицию. Есть. Пойдемте со мной, товарищ Корнеев. Я вам кое-что покажу. Осторожнее. Посмотрите. Видите, как вы собирались выводить меня? Вы пришли на батарею оттуда? Да. Они замкнули кольцо. Уйти с батареи невозможно. Да вы не волнуйтесь, скоро это закончится. У нас боеприпасов максимум на полчаса, а то и меньше. Никак не привыкну. Люди живут, дышат, мыслят. Русские солдаты, среди вас находится офицер Яков Чукашвили. Если вы видадите его нам, мы сохраним вам жизнь. Русские солдаты, мы даем вам десять минут. Ну-ка, ну-ка, боец, давай, пусти меня. Обращаемся к офицеру Якову Чукашвили. Давайте. Русские солдаты, мы даем вам десять минут. Мы обращаемся к офицеру Якову Чукашвили. Яков, или убить одни приемы нашли документов, или в плену немца по чужим именям. Корниев, действуй. Нам нужно попасть туда, где исчез Яков. А Лопатин нам должен в этом помочь. Как? У меня нет крыльев, я не могу отсюда улететь. Послушай, Корниев, когда решался вопрос расстрелять тебя или послать сюда, нам сказали, что это может невозможное. Можешь, сделай. Русские солдаты, среди вас находится офицер Яков Чукашвили. Если бы вы дадите его нам, мы сохраним вам жизнь. Русские солдаты, мы даем вам десять минут. Лопатин не пойдет. Нет, давай возьмем кого-нибудь из бойцов. Нам нужен кадровый офицер, который ориентируется не только на местности, но и по карте. А все солдатики-первогодки в трех соснах забудутся. Товарищ Лопатин, разрешите толпануть прямой наводкой по этой гадине? Давай. Сейчас начнут. Сейчас начнут. Такого не может быть, чтобы лейтенант Джугашвили пропал без вести, вы понимаете? Мы должны точно знать, что с ним. Если станет известно, что он попал в плен, начнется паника. Не только на фронтах, в стране. Я понимаю. Сейчас дойдем на деревню. Мы должны точно знать, жив Джугашвили, попал в плен или убит. Если убит, найти труп. И вы мне подскажете, где его искать. Я выведу тебя из окружения. Вот, удостоверение Якова Джугашвили. Он отдал его мне перед тем, как пойти в деревню за лошадьми. Если вы можете уйти отсюда, уходите. Нет. Уходим вместе. Вы выполняйте свой приказ. Я буду выполнять свой. Нет, лейтенант. Уходим вместе. Я очень хочу жить. Очень. Но батарею не оставлю. Я понимаю. Это будет мой грех. Не твой. Да уходите, я сказал! Ну! Ваш командир отказывается выполнять приказ командования. Это приказ из Москвы. Ясно? Вы хотите нести ответственность за сапатаж? Никак нет. Думаешь, убьют тебя немцы и все? Нет. Вся твоя семья будет расстреляна. У тебя семья есть? Подумай о нем. Что я должен сделать? Грузовик возле блиндажа. Он на ходу. Должен быть, а что? Ситуация нестандартная. Я буду действовать нестандартно. Надеюсь на полное понимание с вашей стороны и со стороны бойцов. Нужен белый флаг. Какая-нибудь белая тряпка есть? Позови командира. Сейчас позову. Товарищ младший, лейтенанты. Они опять вас зовут? Скажи, сейчас приду. Тихо, тихо, тихо. Аня, документы. Что это? Это что, что такое? Давай с... Все в порядке, боец. Так измена же. Не вмешивайся. Расстреляю. Спасибо, сержант. Флаг! Флаг! Возьмите! 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 Лизан! Тихо! 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 Огружаемся! Развяжите меня! Слышите? Вы пойдете под трибунал! Давай в лес! Уходим, быстро! Стоять! Сволочи! Сволочи! Гады! Пошел! Сволочи! Пустите меня! Снаряды закончились, товарищ сержант! Взрывайте орудия! Есть! Всем приготовиться к рукопашному бою! Приготовиться к рукопашному бою! Вроде оторвались. Они взорвали орудия. Это был мой приказ. Я приказал взорвать орудия, если немцы прорвутся на батарею. Значит, значит, это все? Я их, я их выросил. Лейтенант, дайте мне пистолет. Не сходи с ума. Пожалуйста, я прошу вас. Я их командир, они мои солдаты. Они доверяли мне. Дайте мне пистолет. Я прошу вас, дайте мне пистолет! Пошел! Пристрелишься, когда Якова найдем! Я пришел! Свои, свои. Русские мы, солдаты. Нельзя к нам. Ребёнок здесь. Да мы ненадолго. Нам бы переодеться, поесть, и мы пойдём. Нельзя. Пошёл. Делай, что говорят. Или убьют. Прекратите. Молчать. Переодеваемся. Лопатин, это тебе. Чего уставился? Переодевайся. Переодевайся. Что это? Это письма. Сержант успел положить. Форму нашу и письма сожрёте. Троните письма. С места не сдвинусь. Я серьёзно. У нас тут разговор намечается. Вы не могли бы выйти? Можешь ненавидеть меня. Твоё дело. Но твоей батареи больше нет. Теперь у тебя одна задача. Найти Якова. Мы сейчас идём до той деревни, ищем труп. Если трупа нет, всё, ты от меня свободен. Но запомни, никогда, никому, ни при каких обстоятельствах ты не должен рассказывать о цели нашего задания. Никогда, никому. Ясно? Переодевайся. Вот он, господин генерал. В его гимнастёрке обнаружили воинский документ на имя Якова Джугашвили. Похоже, что он застрелился, господин генерал. Я вспоминаю сейчас Александра Македонского, капитан. В тот момент, когда он обнаружил труп своего врага, императора Персов Дария, обгладываемый собаками. Это ещё не труп Сталина, не генерал. Это пока что лишь его сын. Будьте прозорливей, капитан. Эта смерть прикоснулась и к самому Сталину. Что это? Майор Вильбах отдал приказ о расстреле пленных. Отставить. Немедленно. Вилли, проследите, чтобы пленные опознали этот труп. Если это Яков, немедленно сообщите в Берлин. Труп нужно будет сфотографировать. Пусть Геббельс раструбит на весь мир об этой смерти. Товарищ Лопатин, что вы ходите с такой мрачной физиономией? От вас уже ежи прячутся. Не надо со мной разговаривать. А я хочу с тобой разговаривать. И буду. И ты мне будешь отвечать. Потому что мы сейчас одна команда. Я не хочу, чтобы в критический момент ты ударил меня в спину. Понял? И я теперь человек без чести. Какой смысл разговаривать со мной? Используйте меня по назначению и пристрелите. Так будет лучше. Товарищ командующий, товарищи офицеры, овладев городом Витебском, противник стремительно развивает наступление в направлении города Минск. Обходя слангов наши основные силы в районе населенных пунктов Лаком, Будо и Каташин. Товарищ генерал, к вам из Москвы. Я генерал НКВД Сукачев. Вас предупреждали о нашем прилете? Нет. Прикажите всем покинуть комнату. Это невозможно, генерал. Я провожу оперативное совещание. Возможно, вы больше не будете проводить оперативное совещание. Я привез приказ Ставки. На время расследования командование армии передается вашему заместителю генералу Бачурину. Товарищи, вы слышали приказ генерала? Покинуть комнату. Расследование. Сядься. Хочешь, я дам тебе слово, что когда вернемся домой, я напишу рапорт о том, что ты не хотел бросать батарею, а мы увели тебя на семье. Если меня за это расстреляют, так-то может быть. Аня, ты напишешь рапорт? Я подчиняюсь особому отделу. Прикажут, напишу. Не прикажут, не напишу. Куда следуем, граждане? В Сурож. Громче, я не слышу. В Сурож, товарищ майор. Военнослужащие? Выходим из окружения. Почему не в форме бойцов Красной армии? Так лемцы вокруг, товарищ майор. Не надо называть меня товарищем. Меня это оскорбляет, когда вы называете меня товарищем. Вам ясно? Не вполне. Мне кажется, вы контуженны, товарищ майор. Представьтесь. Лейтенант Корнеев и младший лейтенант Лопатин. А женщина? Местная прибилась к нам. От немцев уходим, товарищ майор. Обыщите их. На каком основании, товарищ майор? Где сейчас старший лейтенант Джугашвили? Я уже докладывал в Москву. За ним послана группа. Результатов по поиску пока нет. Как давно утеряна связь с группой? Два дня. Берите лист бумаги. Пишите рапорт. Все ваши действия по поиску старшего лейтенанта Джугашвили. Желательно по часам. С момента утери связи. И особенно. Почему вы доверили командование разведгруппой сыну врага народа? Я заместитель командира 93-го полка, батальонный комиссар Островский. 93-й полк уничтожен полностью. Я контужен, вы правы. Эти люди мои последние бойцы. Мы не выходим из окружения и не прячемся от оккупантов. Мы убиваем их там, где встречаем. Уничтожаем боевую технику. Уничтожаем съестные припасы и топливо. Земля горит у них под ногами. Будьте они прокляты. Обыщите их. Заберите у них оружие. Если будут сопротивляться, убейте. Руки. Документы при них есть? Чисто. Чудно. Дезертируем. По законам совести я должен вас расстрелять на месте. Но я готов дать вам шанс искупить. У меня болит колома. Итак, или вы идете с нами и погибаете в бою, или я привожу приговор в исполнение. У нас нет документов, товарищ майор. Мы разведчики. Мы выполняем задание командования. И мы не можем остаться с вами. Мы обязаны дойти до своих и передать секретные сведения в штаб. Какие сведения, доложите? Не имею права вам рассказывать, товарищ майор. Еще раз. Какие сведения? Не имею права. Расстрелять его. А второго, товарищ майор? Я сказал этого. Выслушайте меня, товарищ майор. У нас в троих особое задание. Мы должны вывести из загружения сына товарища Сталина, командира гаубичной батареи Якова Джугашвили. Судьба товарища Джугашвили пока не ясна. Его могли убить, либо он попал в плен. Мы должны это выяснить. Это приказ штаба армии. Все равно уже. Миллионы гибнут. Миллионы. Товарищу Сталину сейчас не до сына. Он отец всех нас. Повторяю свой приказ. Переходите в мое подчинение. Или расстреляю всех троих. Я готов подчиниться вашему приказу, товарищ майор. Оружие получите перед боем. Шилков, Олезин, следите за ними. При попытке к бегству стреляйте. Есть. Нам надо выбираться отсюда. Наше задание — япорт. Как? Я могу ликвидировать контужного. У нас трое, их двадцать. Не все боятся его. Убрать его — и мы свободны. Все остальные сами разбегутся. Забудь об этом. У меня приказ. Я выполню его с тобой или без тебя. Послушайте, если вы убьете хотя бы одного из наших солдат, если вы посмеете это сделать... Успокойтесь, никто никого не убьет. Кто из вас главный? Вы или она? Я. В таком случае я требую, чтобы вы дали слово, что никто из них не пострадает. Я требую... Даю слово. Тише. Если вы посмеете это сделать... Тише. Сволочи. Сволочи. Вы видите, товарищи? Они предпочли сдаться в плен, а не погибнуть в бою. Хотели жизнь свою сохранить ценой предательства. Маленькую поганую жизнь. Не выедет. Маленькую поганую жизнь. Маленькую поганую жизнь. Уходим! Стоять! При кого? Пошел! Пошел! Давай! Я дальше не пойду! Что еще? Ничего! Вы обещали мне, что не будете больше убивать! И что? А то, что она убила командира Красной Армии! Да если бы она его не убила, он убил бы тебя и меня! Мне все равно! Вы обещали, что не погибнет ни один советский человек! Вы обещали и тем не менее продолжаете убивать! Можете меня расстрелять! Я дальше с ней не пойду! Ладно! На, держи! Можешь ее расстрелять! Что? Она не выполнила приказ! Она убила командира Красной Армии! Привести приговор в исполнение! Ну! Нет! Я не могу! И я не могу! Поэтому нам придется держаться вместе! Сержант! Подъем! Уходим! Что бы ни произошло, и что бы ни случилось со старшим лейтенантом Джугашвили, на исход войны это повлиять не может! Нас били и будут бить, пока русский человек не опомнится! Да, мы медленно запрягаем, зато, знаете, быстро едем! Так что судьба Якова Иосифовича, это только его личная судьба! Лопатин, ты в шахматы играешь? Да! А что? Ну, ты же не станешь утверждать, что пешка равна ферзю! Яков Джугашвили не ферзь! Он сын ферзя! Вы ищете равенство, Лопатин! На войне его не бывает! Наверное, вашим отцам тоже хочется, чтобы вы не погибли! Так чем же они хуже? Мой отец – один из руководителей НКВД! А я, видите, воюю, как все! Километре отсюда должен быть поселок Гнездо! Там живет семья Миронова! Миронов – наш товарищ, погиб два дня назад! Сейчас зайдем к ним, нам надо отдохнуть! Аня, о том, что Миронов погиб – никому! Господи Иисусе Христе, Сыне Божий! Моли ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных отец наших всех святых! Помилуй нас, Пресвятая Богородица! Ну, что ж ты, Галя, ну… Ну, сказали ж тебе, товарищи, живой, Ванька, живой! Господи! А ты, прочитай, словно похоронку получила! Галина Алексеевна, да живой он! Живой! Ваня с основными частями в Сурыш ушел, а мы от своих отбились, а он ушел, живой! Да мы с ним… Да мы с ним… Два дня назад как с вами разговаривали! Да понятно! А вот она все ноет, ноет, накачивает! Господи! Господи, прости! Вон! И Канька-то! Сестра Ванькина! Тоже ее говорит! Ты, говорит, мама, что делаешь? Ну, накаркаешь ведь! Вот как про мужа! А что, уже ж было? Вот про мужа! Шурку Канькину тоже ж говорила! И что? Нету теперь Шурки! Да, вот теперь вот… Можешь тоже накаркать! А у нас тут это вот… Госпиталь два дня стоял, ну так… Господи! Катька-то круглыми сутками там у раненых… Убиралась все, там полно, там… Ну, сестренка им была, и за мамку тоже… Только бы Ванечка, никакой воли не сало! А, может людей накормить дороги? Баньку… Ну что? А, ну да! Спасибо! Галинка, ты тут это, стол забери, а я тут баньку сооружу быстро! Простите… Простите, сейчас я… Вы уж извините ее… Несознательно! Вот, вот… Большая радость, что вы до нас дошли! Это все равно, вот как мы от Вани весточку получили! Устали? Да, есть немного… Что же вы все врете, товарищ лейтенант Корнеев? В чем, Кать? Что случилось с Ванькой? Он погиб? Да, с чего вы взяли? Нет, он жив! Иначе бы вы не сошли! Би врать вы не умеете! Ох, Ванечка, Ванечка, как же ты! Только матерью не говорите! Не смейте! Катерина! Давай, бери Аню и вперед! Девки первыми парятся! Муж-то давно погиб? Финскую, еще в начале войны. В бою? Говорят, под бомбежку попал. Похоронка пришла. А ваш лейтенант Корнеев? Он жена? Ты, девка, не на того рот разеваешь. Не советую. Галь, ну ты б огурчики на стол поставила. Забыла, а? Ага. Сейчас, сейчас. Я все знаю. Катя сказала. Вы только матери не говорите. Как он поеб? На задании. Достойно? Не бежал? Нет. У вас, говорят, по своим в спину стреляют, если побежит кто. Не так? Нет, от бомбы. А я тут решил книжку писать. О нашем крае, да. Правда, мать? Тот же костел у нас недалеко. Десять километров отсюда. Ну так вот, рыцари польские перестроили его из Синовоги. Три века назад еще перестроили. Так он горел уже четыре раза горел. Четыре раза. Ну что ты. Доброго здоровья. Здравствуй, Степаныч. Степаныч. Вечеряете? Так присаживайся к нам. Это сосед наш, Степаныч. Радость у нас. Вот, сослуживцы Ваньке весточку от него принесли. Ты воюет? Ну так, герои стоят, говорят. Ага. В тридцати километрах видели немцев. Ну, шли не сюда, а по главному шоссе. Наверное, сюда не зайдут. Вы, товарищи, отдохните, денек. Здесь безопасно. Я поселю вам сейчас, товарищ лейтенант. Ваши товарищи легли уже. Катя, да вы не беспокойтесь, я сам. Сейчас, сейчас. Вот. Куда же вы утром пойдете, товарищ Корнеев? Своим. Где же они свои-то? Немец далеко пошел. Никто и не знает, как далеко. Ничего. На восток пойдем. Дойдем. Скажите, Катя, это комната Вани? Спаси вас, Господи. Я тебе не ясно объяснила. Да. Лопать, вставай, уходим. Ну да. Что-то не понравилось мне этот сосед, чем сам не пойму. Глаза закрою. Ребят вижу. Батарею свою. Если бы остался, они бы выжили. Да у вас не было шансов. Давай, давай. Аня. Скажи, твой отец правда работает в руководстве НКВД? Правда. Мой отец Александр Владимирович Корнеев работал в Берлине, в нашем посольстве дипломатом. Его посадили в тридцать девятом году по обвинению в шпионаже в пользу Германии. Дали десять лет. Меня исключили из комсомола, выгнали из института. Началась финская война, а я в анкете не написал, что мой отец был арестован. Он ушел в армию, но дело не во мне, понимаешь? Аня, мой отец, честный человек, честный коммунист. Преданный делу партии товарищу Сталину. Просто произошла ошибка. Так бывает. Я тебя прошу, ты когда вернешься в Москву и встретишься со своим отцом, ты поговори с ним о моем отце. Аня, я головой ручаюсь. Мой отец скорее бы умер, чем стал работать на нацистов. Ты понимаешь? Ты что, мне не веришь? А почему я должна в это вмешиваться? Я даю слово, мой отец невиновен. Ты изучал материалы его дела? Нет. Как ты можешь знать наверняка? А если он скрывал от тебя свою шпионскую деятельность? На его месте я бы так и поступила. Аня, я его знаю. Корнеев, если его посадили, значит было за что. Ты хороший боец, только у него своя судьба, а у тебя своя. Корнеев. Что? А я тебе нравлюсь как женщина? Нет. Это просто. Ай ценный карто. Ты же важен, ты? Ты,Rщиный? Это уголок, NYU. Получит sein. Южно? Его гулять, пока. Т вот каку... Это офицеры, господин лейтенант, офицеры из Красной Армии. А, я. Словом, все далеко не удалось, потому что они с ног варились от усталости. А, я понимаю. Туда, Яков Иосифович, ушел и не вернулся. А вот там мы приняли бой. Трупы после боя остались, я так понимаю. А если Яков там, в яме, будем раскапывать, что ли? Если надо, будем. Но сначала надо пробраться в деревню, опросить местных жителей. Может, кто-то из них и видел Якова. А если там немцы, квартируют? Немцев, похоже, там нет, одни полицаи. Так, ждем ночи. Я сержант Красной Армии. Два дня назад здесь был бой. Я ищу своего командира. Не видели его? На вид лет тридцать. Черные волосы. Среднего роста. Грузин старший лейтенант. Грузин старший лейтенант. Чего надо? Откройте, пожалуйста. Уходи. Ну что там? Ничего. Товарищ младший лейтенант! Товарищ Лопатин! Краснов? Краснов, это вы? Я, я! Это Краснов, наш боец. Он ушел с командиром за лошадьми. Быстро! Мы уже были на окраине деревни, и тут немцы. Сначала два бронетранспортера из леса выехали, и потом еще пехота. Мы побежали назад к батарее, а немцы стреляют мне в плечо, как толкнуло, потом под ноги. Но я и сознание от боли и потерял. Потом очнулся, лежу, а перестрелка где-то на шоссе была. Вижу, а командиры немцы ведут. Как сейчас помню, один командир и три фрица вокруг него вели в сторону деревни. Ну, а дальше я опять сознание потерял. Вот. Почему тебя немцы не добили? Не знаю. Могли за мертвого принять. Ну, а потом, потом меня местные подобрали, привели к этой женщине. Это ее здесь дом. И она меня здесь выхаживала. Товарищ Лопатин, я уж думал, с вами больше не увижусь. А как там батарея, как ребята? Значит, Яков у немцев. Мы не успели. Да, и кое-кого за это по головке не погладят. Мягко говоря. Кого это? Не волнуйся. Младший лейтенант, не тебя. Задание вывести Якова из окружения было у меня. И у меня. А что вам за это будет? Расстрел. Значит так. Мы продолжаем наше задание. То, что Яков у немцев стратегическая информация. Мы должны идти через линию фронта и доложить в штаб. Нет, ребятушки, вы как хотите, а я никуда не пойду. Все, кончилась моя война. Да и плечо у меня еще не зажило. И хозяйке нужно тут помочь. Работы много. Я обещал крышу заремонтировать ей. Так что… Ты что, боец, до конца войны собираешься отдыхать? А недолго осталось. Фриц вон как прет. Так что… Пошли. Простите, товарищи. Я стала мягче Корнеев. Ты заметил? Будьте осторожны. В деревне немцы. Ждите здесь. В Туркер. В Туркер. В Туркер. В Туркер. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Лишь почую что-то, Димчура Куда вы, Корнеев, назад? Вы что? Ваш же приказ Такое добро откуда? На улице нашли, не наша Документы посмотри Видал? Веревку Серьезная девка, бумаги есть? Нет Вы что, я оглушили? Дай-ка водички Савва Дуй на улицу, на пост Ты не трогай ты ее, придет офицер, допросит Я тоже хочу Ну? Какого ты рода племени? А? Как твоя фамилия? Врежь, Иришка, сука! Да она ж баба Баба у тебя на печи Врежь, говорю! Я не буду Не буду Я не буду А я буду Да ты хоть соври Скажи, что пистолет в огороде нашла Я ей, кажись, зуб выбил Она отвечает на вопросы У нее есть документы? Молчит Только вот Зи швайгт Я не воюю с женщинами Но если у тебя найдено оружие То ты автоматически становишься нашим врагом Ты понимаешь, что тебе говорят? Я нашла пистолет в лесу Зи ходи пистоли им вальф гифунден Зачем ты его подобрала? Продать хотела Зи вольте дифер кауфен Если будет молчать Будет повешено Если будет молчать, будет повешено Жди здесь Куда вы? Я быстро Вы с ума сошли? Ты кто? Лечь всем! Лечь твари! Христа ради! Не надо! Не надо! Христа ради! Привет вам от товарища Сталина Давай, давай! Давай! Пошли! В лес! В лес! В лес! Лучше! Лучше! Ставьте нас! 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 КОНЕЦ Давайте извлекать уроки. До сих пор нам везло, но до линии фронта мы можем и не давить ей. Информацию о пленении Якова мы должны донести в штаб, как можно скорее. Выводы. Если б была рация. Да где же её взять-то? Товарищ Лопатин, здесь тысячи немецких солдат и десятки немецких раций. Одна бы нам вполне подошла. Что вы предлагаете? Вы когда хотите поймать рыбу, вы куда идёте? К речке, где её много? Вот и мы пойдём туда, где плавает наша рыбка. Корнеев, вы действительно думаете, что вас расстреляют? Я под расстрелом хожу с первого дня войны. Мой отец сидит, как немецкий шпил. Я в анкете скрыл, я в разведку хотел. И сюда меня отправили из-под расстрела. Вернусь, меня снова к стенке поставят. Это судьба. Но это же абсурд. Вы не виноваты, что старший лейтенант попал в плен? Вы и так сделали всё, что смогли. Я вообще считаю, что товарища Джугашвили нельзя было посылать на фронт. Должен быть специальный закон, запрещающий детям высших руководителей страны воевать. Так что вы здесь, ни при чём. Как бы тебя самому пулю не получить. Вместе с самым. Почему вы вообще решили, что она где-то здесь? Она должна быть. Аня, смотри, что нет. Кажется, рация. Следи за ней. Есть. Превосходно. Ну и как вы собираетесь её забрать? Вокруг одни немцы. Аня, у тебя план? Какой? Ты способна выучить немецкую фразу за пять минут? Здесь всё, что тебе нужно. Добрый день, господин офицер. Добрый день, господин офицер. Гюнтер, не желаете перекусить? Это подарок. Добро пожаловать, девушка. Смотри, Гюнтер, нам даже и не придётся таскаться на местные танцульки, чтобы кого-то закадрить. Они приходят сами, как в Париже. Гюнтер. Уже три минуты. Не получилось. Вот черт! Молчи! Даже она дева! Субтитры создавал DimaTorzok Не удовольствием. Товарищ генерал. Получена радиограмма от Лавровой. Вы ее прочитали? Так точно. Согласно инструкции, имею доступ. Так доложите. Лаврова сообщает, что старший лейтенант Джугашвили два дня назад попал в плен. Сдался ли он сам или был захватен в бессознательном состоянии, выяснить пока не представляется возможным. Лаврова Корнеев и заместитель старшего лейтенанта Джугашвили Лопатин пробиваются за линию фронта. Остальная группа погибла. Значит, сын верховного главнокомандующего у немцев. Немцы молчат. Если бы они знали, кто у них в плену, они бы растрезвонили об этом на весь мир. Я бы сделал именно так. Новость о пленении сына товарища Сталина равносильно панике и в тылу, и на фронтах. Почему же они молчат? Или Яков назвался чужим именем. Или они его убили, не знаю, кто он. Значит так. Новость о пленении Якова должна быть строго застегречена. Здесь, в штабе, за сохранность информации отвечаете лично вы. Здесь. Любая утечка. Расстрел. Лавровой передайте. Лаврова. Лаврова. Она должна ликвидировать своих спутников и сама перейти линию фронта. А она нам нужна? Вы хотите ответить за пленение Якова Дрынов? Я готов нести ответственность в любую минуту, товарищ генерал. Верю. Верю. Ответите. Если нужно будет. Но главную долю ответственности должны взять на себя исполнители, то есть Лаврова. Я вас понял. А она выполнит приказ о ликвидации? Лаврова проверенный сотрудник. Я даже представить себе не могу, чтобы она не выполнила приказ. Все, выполняйте. Слушаюсь, товарищ генерал. Верю. ПОДПИСЫВАЮЩАЯ МУЗЫКА ПОДПИСЫВАЮЩАЯ МУЗЫКА Умница. А ты её спасать не хотела. Умница. 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 Есть. Молодец. Нам приказано переходить линию фронта. И все? Все. Уходим. Мы в июне из разведки шли, и мальчика подобрали в развалинах, худой, кожа до кости. У него родители погибли во время бомбежки, взяли к себе в оккуп, а куда его девать? Мы в окружении были, воды не было четверо суток, а он пить просил, хоть маленькую ложечку умолял. Я за водой пополз термосом на водокачку, а когда обратно полз, немцы огонь открыли. Тащили меня, ребята, обратно в окок, а термос пробит весь, семь пуль в нем. И воды нет. Я тогда снял с себя гимнастерку, мокрую, и отдал ее пацану, и он ее высосал. И что с ним было потом? Умер. Воды не было еще пятеро суток, и он не мог выдержать, умер прямо на наших глазах. А я теперь все время пить хочу. А я еще задолго до войны хотел уволиться из армии, хотел пойти учиться на филолога, хотел изучать русский фольклор. А зачем? Что зачем? А зачем я всего этого хотел, я не понимаю. Я вообще не понимаю всей своей жизни до войны. Хотел жениться, сына родить, путешествовать. А теперь, когда вокруг этот ад, все мне кажется бессмысленным. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Заходим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Заходим. Интересно, сколько осталось до линии фронта? А я вам сейчас точно скажу, сколько. К стене! Ты что делаешь, гнида? Мы не идем за линию фронта. То есть как? Я получила радиограмму от руководства. Мне приказано ликвидировать вас обоих. А самой возвращаться к своим. Что за бред? Почему? Корнеев, ты, наверное, уже догадался, почему? Они не хотят, чтобы информация о пленении Якова дошла до фронта. Их можно понять. Можно. Всех можно понять. И тебя можно понять. Особенно, когда ты выстрелишь мне в голову или в затылок. Вас любят, когда в затылок. Я не буду выполнять этот приказ. Ну и помочь вам здесь я тоже не смогу. Что предлагаешь? Я предлагаю уходить в Польшу. Всем троим. Я знаю там людей, которые могут предоставить новые документы и убежища. Это надежные люди. Я работала вместе с ними. Выполняла задания НКВД. Но эти люди НКВД нас не выдадут. Отсидимся там, потом пойдем дальше, в Европу. Да? А что дальше? Кто же знает, что будет потом. Аня, 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 с огнем играешь. Ты хочешь, чтоб я выполнила приказ? Оружие верни. Корнеев, ты мне не веришь? Верю. А ты мне? Верю. Оружие положи. Только если что, я стреляю быстрее. В Польшу не пойду. Немцы мою землю топчут. А я буду в Польше отсиживаться. Не буду. Я надеюсь, ты понимаешь, Корнеев, что война может и закончиться. А вот приказ в отношении тебя не изменится никогда. Останешься в СССР, всю жизнь придется скрываться и жить под чужой фамилией. Пусть буду воевать один в ТЛО. А там... Я могу вернуться одна, сказать, что вы ликвидированы. В таком случае они вас искать не будут. Вернешься, тебя сделают крайней. Выкручусь. Прощайте, Анна. Прощайте. Прощай. Горнеев, подожди. Горнеев, одно твое слово, и я останусь с тобой. На всю жизнь. Нет. Почему? Ты помнишь раненого Хлебникова, которому ты шею свернула? Вот тебе мой ответ. Я выполняла приказ. Не было такого приказа убить Хлебникова. Был приказ спасти Якова. Был приказ о сохранении военной тайны. Хлебников мог выдать. Аня, не все приказы нужно исполнять. Я это уже понимаю. Ты знаешь, всегда есть выбор. Спасти или уничтожить. И даже если тебе отдали приказ, и кажется, выбора нет, он есть. Всегда можно спасти. Всегда. Даже если придется умереть. Ты хороший боец. Спасибо тебе за все. Прощай. Горнеев! Что будем делать? Воевать будем. Убивать немецких офицеров. А хоть помрем с пользой. То же самое говорил тот несчастный контуженный политрук, которого вы убили. И он прав. Жаль, умер голуба. Вы умрете так же. Послушайте, Корнеев, вы идете не воевать. Вы идете убивать. Вы так настроены. Я это чувствую. От вас за километр несет трупным смрадом. Не говорит чушь. Я не иду с вами дальше. Я возвращаюсь за линию фронта. Я должен рассказать, что случилось с батареей. Семьи бойцов должны знать. Они умерли, как герои. И мне все равно, расстреляют меня или нет. Кто такая? Через линию фронта к нам ползла. По минному полю. Я не знаю, как ее не убило. Говорит, чтоб ее в особое отдел отвели. Говорит, что она сержант Красной Армии. Отведи. Пусть разбираются. Есть. Андреев. Андреев. Юсупов. Черняев. Пацан. 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 Ты откуда? Что случилось? Почему плачешь? Немцы. Ганс, это была прекрасная идея опробовать трофейный танк. Да, здорово. Господи. 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 Стой. Ты кто? Свой. Кто? Имя, звание? Лейтенант Корнеев, выхожу из окружения. Подойди. Посмотри, что там. Плохо. Сад рядом. Мне поговорить хочется. Может быть ты последний человек, с которым я разговариваю. Мне очень больно. Корнеев, поговори со мной. Ты что, ранен, нет? Да идешь до наших, до линии фронта. Встанешь в строй, будешь воевать. Я не могу вернуться. Я не дезертир, но вернуться не могу. Всяко бывает. А ты, ты вцепись в эту жизнь. Вцепись. И держись за нее, как, как бы плохо не было. Да? Да стрели меня. Мне очень больно, Корнеев. Я не хочу умирать в боли. Бог даст, будешь жить. Терпи. Ладно. А тебе, Корнеев. Я запрещаю умирать. Слышишь? Запрещаю. Я старше позвоню. Просьба у меня к тебе будет, Корнеев. Город Челябинск. Улица Ратина, 17, квартира 8. Там живет моя жена, Лариса Погодина. Увидишь ее, как дойдешь до наших. Повстречаешься с ней, скажешь, что видел меня. Обещаешь? Обещаю. Вот и хорошо. А сейчас, отвернись. Пожалуйста, отвернись. Возьми. Райна, можешь мне снова подключить? Да, да. Спасибо. Я думаю, что подключили. Черт. Черт во колесо. Проехать по Рассе 1 километр без приключений это уже достижение, которое заслуживает Железного Креста. Мы будем готовы продолжать движение через 10 минут, господин генерал. Надеюсь. Мне нужна рюмка коньяка. Волочкова все готово? Капитан Бауэр выехал туда вчера утром со связистами, чтобы подготовить все для вашей ставки. Капитан Бауэр. Не дурить, обер-лейтенант. Руки вверх. Не стреляйте. Пожалуйста, не стреляйте. Ваше имя и воинское звание. Обер-лейтенант Штауб. Куда вы направлялись? Я фельдъегерь. Я везу секретные документы в Волочково. Что там находится? Ставка генерала фон Арнима, командующего группы ВОЗГБ. Вы должны передать ему пакет лично в руки? По инструкции лично в руки, или оставить у его адъютанта? Вас кто-нибудь знает в лицо в ставке фон Арнима? Нет. Я был переброшен сюда из Варшавы, три дня тому назад. Вы убьете меня? На въезде в ставку есть посты? Обычно есть. На посту всегда проверяют документы, если проезжает офицер. Если едет офицер, то могут и не проверить. Вы убьете меня? Что? Что? Товарищ полковник, оперуполномоченный особого отдела Рязалин, провожу допрос арестованной Лавровой. Как ведет себя арестованная? Арестованная требует, чтобы я связался с Москвой и сообщил ее отцу, комиссару НКВД Лаврову, о ее аресте. Требует? Просит, товарищ полковник. Вину признает? Отрицает. Эпизоды намеренного саботажа при поиске товарища Джугашвили не признает даже частично. Когда я уйду, товарищ Рязалин, то объясните арестованной, что органам достоверно известно все. А именно, приказ о саботировании поисков старшего лейтенанта Джугашвили был получен ей от командующего армией. И именно такие сведения мы рассчитываем от нее получить. Вам ясно? А насчет папы арестованной, то объясните ей, где может оказаться ее папа в ближайшее время. Вы меня поняли? Так точно. Продолжайте допрос. Слушаюсь. Ты поняла, где может оказаться твой отец, если не дашь правильные показания? Добрый вечер, господин лейтенант. Я обер-лейтенант Штауб. Везу пакет для генерала фон Арнима. В городе есть врач? Меня обстреляли по дороге. Какие-то русские. Видимо, пытаются выйти из окружения. В городе расквартирован военный госпиталь, обер-лейтенант. Вы сможете доехать сами? Думаю, да. Пропустите. Кто это был? Курьер с пакетом для ставки. Странно. Два дня назад пришла инструкция, что курьеры передвигаются только сопровождающим. Он был ранен, господин капитан. Говорит, какие-то русские обстреляли его по дороге. Как его фамилия? Обер-лейтенант Штауб. Штауб? Да. Ганн Штауб? Мы же служили вместе в Баварии. Это он? Не могу знать, господин капитан. Но диалект у него кажется берлинский. Если это он, он проспорил мне два ящика шнапса. Это была веселая история. Я найду его. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует... Мы отложили свадьбу. Как ее зовут? Вы меня слышите, обер-лейтенант? Да. Как вы себя чувствуете? Как долго я был без сознания? Около часа. У доктора Штейнглица сейчас по расписанию операции. Он подойдет к вам, когда закончим. Я говорил что-нибудь? Нет, господин обер-лейтенант. Где мой портфель? Я отнесла его в кабинет доктора Штейнглица. Вам нельзя вставать. Вам необходимо лежать. Принесите портфель, пожалуйста. Я должен прибыть в штаб. Я выполню свою миссию и вернусь к вам, если это будет необходимо. Но доктор Штейнглиц категорически... Послушайте, сестра, это приказ. Продолжение следует... Обер-лейтенант Шталб, срочно генералу. Обер-лейтенант Шталб, у меня пакет для генерала фон Арнима. Откуда? Из штаба 4-й танковой армии. Приказано передать лично в руки. Минуту. Генерал не сможет сейчас принять вас. Оставьте пакет у меня под роспись. Не имею права. У меня инструкция. Только лично в руки. Не валяйте дурака, обер-лейтенант. Я адъютант командующего. Вы оставите пакет у меня. А через 20 минут он попадет на стол генералу. Прошу прощения, капитан. Но я обязан соблюдать свои инструкции. Если надо, я подожду в приемной 20 минут. Но пакет вручу генералу лично. Черт возьми, Штауб. Вы не нужны мне в приемной. Здесь и так постоянная толкучка. Оставьте ваш пакет мне и возвращайтесь к своим танкистам. Говорю же вам, я не имею на это права. Капитан Циммерман. Я ищу обер-лейтенанта Штауба. Он не был здесь? Я ищу обер-лейтенанта Штауба. Я ищу обер-лейтенанта Штауба. Субтитры создавал DimaTorzok Срочно к генералу. Обер-лейтенант Штауб, у меня пакет для генерала Фонарнима. Откуда? Из штаба 4-й танковой армии. Приказано передать лично в руки. Минуту. Генерал не сможет сейчас принять вас. Оставьте пакет у меня под роспись. Не имею права. У меня инструкция. Только лично в руки. Не валяйте дурака, обер-лейтенант. Я адъютант командующего. Вы оставите пакет у меня, а через 20 минут он попадет на стол генералу. Прошу прощения, капитан. Но я обязан соблюдать свои инструкции. Если надо, я подожду в приемной 20 минут. Но пакет вручу генералу лично. Черт возьми, Штауб. Вы не нужны мне в приемной. Здесь и так постоянная толкучка. Оставьте ваш пакет мне и возвращайтесь к своим танкистам. Говорю же вам, я не имею на это права. Капитан Циммерман. Я ищу обер-лейтенанта Штауба. Он не был здесь? Вот же он. Но вы... Простите, вы должны быть не тот Штауб, с которым я служил в Баварии. Видимо, нет. Обер-лейтенант, покажите-ка мне ваше офицерское удостоверение. Извольте, капитан. Где генерал? Где он? Ну, все. Генерал-генерал-генерал-генерал-генерал-генерал-генерал-генерал-генерал-генерал-генерал-генерал-генерал-генерал-генерал-генерал-генерал-генерал-генерал-генерал-генерал-генерал-генерал-генерал-генерал-генерал-генерал-генерал-генерал-генерал-генерал-генерал-генерал-генерал-генерал-генерал-генерал-генерал-генерал-генерал-генерал-генерал-генерал-генерал-генерал-генерал-генерал-генерал-генерал-генерал-генерал-герал-генерал-генерал-генерал-г В кабинете генерала взорвалась бомба. Генерал убит. Там много раненых. Срочно вызовите врача. Генерал ранен. Вызовите врача. Быстро. Позвоните в госпиталь. Расступитесь, ему нужен воздух. Это был диверсант в форме лейтенанта. Перекройте все выезды из города. Останавливайте всех офицеров, пытающихся покинуть город. Немедленно. Вы приказали сержанту Лавровой не торопиться с поиском товарища Джугашвили. По сути, вы предложили ей саботировать приказ Москвы. У нас есть показания Лавровой. Вот. Посмотрите. Или Лаврова нам врет. Что скажете, товарищ Лаврова? Вы сказали органам неправду? Меня били. Что? Что вы сказали? Я обманула органы. из меня выбили показания против товарища командующего. Что же? Вы хотите обвинить вашего следователя в жестоком обращении с вами? А если это клевета? Встать! Сука! Товарищ полковник, на проводе товарищ Мехлес. Из Москвы. Слушаю вас, товарищ Мехлес. Что? Понял. Есть товарищ Мехлес. Ваши документы, пожалуйста. Не волнуйся, папа, ведь все закончилось хорошо, во всем разобрались, освободили. А почему ты сюда приехал? Командировку? Командировку. Дано распоряжение, следствие прекратить. А как я этого добился? Тебе знать необязательно. Понятно. А как маму? Мама в эвакуации. В Ташкенте. Я не уезжал, у тебя ждала. Как же ты теперь там один? Почему один? Принято решение о твоей отправке в Москву. В Главное управление НКВД. Я не собираюсь отсиживаться при штабе, пока идет война. Я знаю, что штаб формирует террористические группы для уничтожения высшего немецкого командного состава. Я прошу отправить меня в составе такой группы. В Белоруссию. Да я все понимаю. Ну, могу я тебя попросить хотя бы об одном? Конечно, папа. Я тебя слушаю. Нет, не буду просить. Наверное, хотел сказать, будь осторожна, дочка. Нет, в общем-то, я серьезно. Понимаешь, Анечка, героизм, он ведь не в том, чтобы... Я понимаю, папа. Героизм заключается не в том, чтобы героически погибнуть, а чтобы быть эффективной машиной по уничтожению врага. Научил. Да. У меня был хороший учитель. Папа, а могу ли я к тебе обратиться с просьбой? Я слушаю, дочь. В начале войны органами НКВД был арестован некий советский дипломат по фамилии Корнеев. Дальнейшая судьба его неизвестна. Не мог ли ты выяснить, что с ним, и действительно ли обоснованы причины его ареста? Я могу спросить, зачем? Меня попросил об этом один человек. Влезать в такого рода дела небезопасно. Ты не можешь этого сделать? Или не хочешь? Хорошо. Я начинаю понимать, что ты ищешь в Белоруссии. Спасибо. Мы разыскиваем русского диверсанта, который прекрасно владеет немецким языком. Он может быть одет в форму офицера немецкой армии. Вам надлежит прочесать каждый сантиметр города и его окрестностей. Не исключено, что у него есть пособники среди местных жителей. Комендант Волочковой сдал приказ, согласно которому специальные патрули имеют право проверять документы, обыскивать всех подозрительных офицеров рейха, невзирая на их звание. Задача. 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ КОНЕЦ Катя... Жизнь... А я-то уж подумала... КОНЕЦ Так, хорошо. Минут через десять закончим маскировку базы. Что дальше, командир? Витебск. Это километров десяти отсюда. Там нам надо быть на рассвете. Нас там ждет связник. Остальные на костер ходят. Хорошо. КОНЕЦ Я тетя Рита из Могилева. Она забыла у вас сумочку, когда гостила в июне. Из белой кожи? Да. Она все еще пылится в моем кабинете. Здравствуйте. Проходите. Штаб немцев на улице первого мая. Но весь квартал перекрыт патрулями. Ночью патрулей в два раза меньше. Но ночью туда соваться бессмысленно. Всех офицеров развозят по квартирам. Я пытаюсь выяснить, где квартирует комендант города. Но пока без результатов. Надо ждать. Нас также интересуют все высшие офицеры Рейха. Прибывшие в Витебск короткую командировку. У них должно быть что-то вроде офицерской гостиницы. Угу. Обслуга там должна вроде как быть из местных. Если такая гостиница есть в городе, нам там нужен свой человек. Угу. Хорошо. Хорошо, я попробую, попробую выяснить. Но вообще, они тут очень ужесточили охрану своего командования после случая в Волочково. Там какой-то диверсант-одиночка покушался на генерала фон Арнима. Расскажите поподробнее. Подробнее я много не знаю. Слышал, что это был человек в форме немецкого офицера. Говорил по-немецки, как они. Прошел сквозь все кордоны в штаб. Там он застрелил адъютанта генерала прямо в его приемной. И еще нескольких человек. Его поймали? Да нет. Вы знаете, самое удивительное, что ему удалось уйти. Немцы тут подняли на ноги весь гарнизон, причесали весь город прямо до основания. Полицаев подключили. И не нашли. Катя! Управь все. Чистая стена. Так должно быть. И пол. Пол третье. Сильно, сильно. Я хорошо говорить по-русски? Хорошо. Очень хорошо, генерал. Неин, неин. Я не генерал. Я полковник. Катя! Это вкусно? Вкусно? Катя! Нужно учиться о чистоте. Тебе здесь не Россия. Это Европа. Это мышь. Там сено. Они в нем живут. Хорошо. Хорошо. Ну, давай. Черт бы их побрал. Ой, господи. Ой. Ой. Я ночую в саре. Прям как свиньи какие-то. Из собственного дома выгнали. Не скули. Скажи спасибо, что живые. Живые? Да. Вот найдут этого лейтенантика на чердаке и все. Крышка нам. Спаси и сохрани, господи. Ой, наши перестреляют всех из-за него. Ой. Господи. Святая Богородица. Побил. Это чудо творец Николай, господин офицер. Святитель наш. Николай Угодник. Ему молятся, когда желают исцеления от болезни. Ну, а также при других неприятности, говорят, помогает. Стоять! Стоять! Стоп! 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 Осторожно, мины! Ах, ну, милей! Осторожно, мины! Аня, я выяснил, про человека, который покушался на Фонарнима, есть данные, что перед покушением он лечился в немецком госпитале. Он был ранен. И этот человек либо умер от ран, либо где-то рядом, в Волочково. Он просто не мог далеко уйти. Это Корнеев. Я уверена, он жив. Нам надо найти его. Мы собираемся его искать? Да. Это приказ. У нас другое задание. Я хочу понимать, зачем он нам? Мы сегодня потеряли боевого товарища. А Корнеев стоит всей нашей группы. Поверь мне, я с ним воевала. Нам надо его отыскать и приобщить к нашему делу. Он одиночка. Нет. Ты знаешь немецкий поэт Goethe? Нет. Ваш поэт Лермонтов его переводил. Вот послушай. Горной вершиной спят в отме ночной, Тихой долиной полной свежим клой. Не пылит дорога, не дорожат листы. Подожди немного, отдохнешь и ты. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Katja, идти спать! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да. Страшно мне. Даже рядом с тобой страшно. Вот в прошлый раз прижалась к тебе, так спокойно стало, как будто ни в войне, ничего нет. А сейчас ты рядом, и все равно страшно. Не бойся. Я же с тобой. А что дальше? Рано заживет. Уйдем в лес. Вместе, да? Вместе с мамой и с папой? Обязательно. Что там в деревне? Немцев полно. Квартируют в каждом доме. А у полковника где что? В свесовете. Охрана есть? Охрана есть? Часовые есть. Пару человек. А что еще видела? Еще возле штаба грузовик с оружием. Уже второй день стоит. Трофейная, наверное. И лагерь на окраине. Что за лагерь? С нашими пленными. Их там человек двести. Смотреть страшно. Все голодные, оборванные. Господи. Смотреть. Отойди. Отойди. Господин солдат, разрешите? Здесь немного. Пожалуйста. Привет. Горь Carrington. Катя, Катя, почему плакать? Что, плохо? Говори, говори, я делаю тебе хорошо. Господин офицер, там русские пленные. Так. Они голодные и больные. Я принесла им еды, а часовой меня не пустил. Да-да, я понимаю. И ты понимаешь, Катя. Война это шестокость. А ты очень добрая девочка. Но твое добро сейчас не надо. Будь топим признак слабого человека. Для сильного нет добра. Нет славы. Есть только цель. Я не понимаю, господин офицер. Ты очень добрая и глупый человек, Катя. Хорошо. Я не должен, но я буду отдавать приказ, чтобы тебя пустили кормить твоих солдат. За здоровье. Пейте. 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 Давай-давай. О, круто. Прошу прощения, господин полковник. Я чувствую себя немного неловко с задним столом со славянами. Это действительно необходимо? Сосредоточьтесь на курице, обер-лейтенант. Она прекрасна. И она, кстати, тоже славянка. Пожалуйста. Пожалуйста. Я чувствую себя как свинарники. Будьте снисходительнее, капитан. Эти люди должны понять, что мы пришли сюда как освободители, а не как завоеватели. Мы боремся с коммунистами. Участь этих людей, быть рабами рейха. Вот именно. Раб не сидит за одним столом с хозяином. Зачем морочь им голову? Вы правы и не правы одновременно. Выкажите рабу немного уважения, и он радостно умрет за вас. А я не хочу проблем в доме, где я живу. У нас проблемы с пленными, господин полковник. Они хотят жрать. А из штаба дивизии сообщили, что продовольствие до них не подвезут еще неделю. Расстреляйте их. Больше я ничего не могу придумать. Весь лагерь? Сколько их у вас? По спискам 131 человек. Пулеметчики сделают эту работу за 10 минут. Сегодня? Сегодня пусть ваши люди отдохнут. А завтра сделайте это. Утром. Слушаюсь, господин полковник. Катя. Я солдат Катя. Ты знаешь, что это значит? Нет. Есть приказ фюрера. Если немецкому солдату в походе нужна женщина, он ее берет и никто не говорит нет. Нет. Расстрелайся. Нет. Как нет? Немецкому солдату нельзя сказать нет. 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 Ты хочешь, чтобы я убил твою мутор? Что? Твою маму. Я устал. Слушать нет. Я сказал да. Расстрелайся. Нет. Отпустите меня. Не трогайте. Отпустите. Нет. Миссстук. Миссстук. Ах! Когда я был маленький, папа взял меня на охоту, в лес. И там он убил Лося и стал свежевать его. Я запомнил это, как он сделал с помощью одного ножа. Я сейчас заткну вам рот тряпкой и буду срезать с вас кожу. Это займет примерно час. Когда я ее срежу всю, я выколю вам глаза. Еще пять минут. Вам интересно, полковник, что я рассказываю? Да, да, да. Мне очень интересно все, что вы говорите. Ну, я не сделаю это. Если вы позвоните в штаб и прикажете, чтобы к дому подогнали грузовик с трофейным оружием, в машине должен быть один шофер. Хорошо. Я позвоню. Да. Полковник, если одно слово, вы понимаете. Да. Алло, Ганс. Подгони грузовик с оружием к моему дому. Шоферу скажи, что это мой приказ. Действуй. Катенька. 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 Отец. Доченька. Доченька. Доченька моя. На кого ж ты, на кого ж ты, на кого ж ты нас поищала? Катенька. Катенька. Нет, Катенька. Забирай жену и беди в лес. А мне одно дело доделать нужно. Давай, давай. Быстрей. Не оглядывайся. Я не хотел ее убивать. Вы обещали мне. Я ничего не обещал. А, я думаю. Ну сколько. Какая, давай. Какая. Какая, давай два. Какая. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Стоять! Садитесь в легковую машину, пожалуйста! Не дури! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я искала тебя, Корнеев. Зачем? Чтобы привести приговор в исполнение. Какой приговор? Уничтожить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Приговор отменен. Яков у немцев об этом уже знает весь мир. Так что предыдущие указания не имеют никакого значения. Значит, могу воскреснуть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я здесь в составе группы, которая занимается уничтожением немецкого командного состава. Но кое-кто занялся этим уже до нас. Одиночка. В форме немецкого офицера с блестящим знанием немецкого языка. Его ищут по всей Белоруссии. После неудачного покушения на генерала фон Арнима. Но я-то знаю, где его искать. Как Катерина? Сладко с ней? Она убита. Прости. С тобой сколько людей? Со мной четверо. Рядом с деревней лагерь с нашими пленными. Их должны завтра расстрелять. А может быть и сегодня. Я тут наделал шуму. Но пароль на сегодня знаю. Корнеев, у меня здесь другое задание. Ну, тогда извини. Кстати, это нашим передайте, если можете. Взял немецкого офицера. Тут много ценного. Корнеев, подожди. Давай поговорим. Ты ехал в лагерь? Один? Аня, здесь не о чем разговаривать. Их расстреляют. Или ты со мной, или нет. Вот. Хороший. 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 Лагерь. Девушки. Так. Лагерь. Галпштурмфюрер Зольден. Четвертая зондер команда СС. Ефрейтер Краус. Вы знаете пароль? Юго-восток. Так точно. Слушаю вас, галпштурмфюрер. Кто старше в карауле? Капрал Шрёдер. Он на вышке. Позовите его. Шрёдер, спустись. Зольден, зондер команда. У нас есть приказ уничтожить этот лагерь, капрал. Но ведь решено сделать это завтра. Решено сделать это не откладывая. Акцию должны провести войска СС, а не полевые части. Уступите моим людям места у пулемётов. Извините, мне надо посоветоваться с руководством. Хорошо. Хорошо. Субтитры сделал DimaTorzok Свои, братцы! Свои! Свобода! Ну! Разбирай оружие и бегом в лес! Братцы! Бери оружие! Подходи! Патроны! Давай, ребята! Разбираем! Разбираем! Бегом в лес! Давай, давай, давай! Немцы! 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 Я вернулась в Белоруссию, чтобы найти тебя. Не за орденом, значит. Это мне не нужно. Мне нужен ты. Зачем я тебя? Я однолюб Корнеев. Мне сложно найти мужика подставить себе. Но я нашла. Зря улыбаешься. Я тебя больше никому не отдам. Когда мне было 14 лет, я поставила перед собой 10 жизненных задач. Каких? Разных и непростых. Стать ворошиловским стрелком, научиться драться, как мужик. Получить государственную награду. Не поверишь. Все 10 я выполнила. У меня осталась одна. Какая? Ты ее знаешь. Как ты? Мы теперь все партизанский отряд. Будем бить немцев у них в тылу. Но запомните, никто из вас никогда не был в плену. Не было такого эпизода в вашей жизни. Вы выходили из окружения, прорывались с боями, но у немцев не были. Так буду говорить я. Так будете вы писать в анкетах. Кто доживет, конечно. Вот так-то, братцы. Я боялась сказать тебе «да», Белоруссия. А че? Прости меня. За что? Ты просил узнать про отца. Твой отец был расстрелян на следующий день после начала войны, как многие, по законам военного времени. Но ведь он не виноват. Прости, я не хотела тебе сделать больно. Я действительно хотела попытаться его спасти. Но приказ уничтожить поступил раньше. Спасибо тебе. Он ведь правда был не виноват? Правда. А я чувствую свою вину. Как будто сама отдала этот приказ. Я ведь тоже работаю в органах. Время рассудит. Только время рассудит. Только время рассудит. Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»